привет ребятки сегодня мы с вами в городе лот городе древню в городе который расположился центре страны 25 километров от тель-авива 50 километров от города иерусалима давайте пойдем посмотрим как устроил свой быт город лот чем живут горожане чем торгует восточные люди хочу сразу сказать что по моему приезда в израиль то был мой первый город в котором я обосновался только я обосноваться в городе лобина квартал назывался ганаеве они меня снимал уже видео меня поставлю в описании сам город лот географически граничит с городом равня которым я уже тоже снимал видео поставлю тоже ссылку в описании заходить посмотреть пойдемте пройдемся по когда-то и мы хуже на хотим улечек и знаете когда приезжайте в страну неважно в какую когда вы иммигрант начинаете с нуля все для вас снова так вот этот город и была моя первая знакомство с израиль проживу я здесь не так долго но тем не менее первые шаги по этой земле я делал именно здесь знаете как всегда если есть кто помогает моя тетя спасибо ей за это нашла нам здесь квартиру поручилась за вас потом уже ее знакомые помогли нам открыть счет банки получить документы мы вперед работать так жизнь и закрутилась ребенок в школу мы туда мы сюда о самом городе хочу сказать от той древность который я говорю о город очень древний древний ссылку я оставлю в описании всю историю вы сможете почитать сами собственно говоря мы завершим с вами небольшую прогулку пройдемся по городу посмотрим направо налево и я хочу сегодня посетить одно место которое находится у нас впереди по курсу я надеюсь что открыто я посмотрел по расписанию оно должно быть открыто это усыпальница георгия победоносца зайдем посмотрим я надеюсь что все будет открыто согласно графику пойдемте пройдемся глядим сам по себе город я хочу сказать и всегда это подчеркиваю что здесь живут израильтяне нет никаких других тут людей и за все что мы делаем за все как мы смогли ужиться в ответе мы все никто другой не приехал и не устроил нам эту жизнь сами мы им строили себе как постелили так и спим но в основном в двух словах если сказать что в городе живут арабы которые в свою очередь делятся на христиан на мусульман сегодня мусульмане празднует Курбан Байран так будет проще в Советском Союзе праздник назывался так наши ребята с работы сегодня до конца недели будут отдыхать мы тоже сегодня опять совместили небольшую прогулку с работой так очень приятно погулять подышать воздухом в городе живет большая диаспоровых ассоффи Средней Азии много очень ребят с Кавказа ну и Советский Союз уже представлен по мелочи тоже здесь присутствует тоже здесь проживает я хочу сказать по температурному режиму и всегда это говорю подчеркиваю ребята как бы там не было а лето оно есть лето мне это сказывается несомненно но полиция нам сюда не надо пойдемте мы с миром отсюда пусть они делают свою работу когда мы делаем хорошо свою работу пусть они делают хорошо свою работу на этом мы с ними распрощаемся пойдемте дальше но город как водится ведь никому не секрет что Израиль находился в определенной стадии развития пока вдруг не приехал большая ли я из Советского Союза за какой-то короткий срок в страну въехал миллион с лишним людей некогда города там каких-то 40-45 лет 30 лет назад не существовали по определению вовсе в таком виде в котором они сейчас существуют то есть была крошечная застройка это были мосякусенькие городишки вот не исключение то есть квартал Ганави в котором я жил по приезду по численности населения больше чем весь вместе взятый лот поэтому я хочу сказать что это судьба многих израильских городов а другие так просто были построены с нуля абсолютно с нуля как ребята хорошо в тени об этих деревьях я в многих других я уже наснимал кучу видео просто не могу проходить не могу быть безразличным к этой красоте но кто не видел посмотрите они уже отцветают конечно же сейчас время их уходит и они отцветают но тем не менее это никак не умаляет их красоту вот они красавцы вы знаете я имею квартиру на верхних этажах своего дома и вот я хочу сказать что когда я смотрю в окна своей квартиры прямо подо мной в соседнем доме крона такого деревья находится ниже уровня моей квартиры сейчас мальчишки подбросим мяч когда-то и мы были мальчишками да мы по сути остались я не знаю может девчонки вырастают может быть девчонки они более серьезные более серьезно относятся к этому делу но мы мальчишки